Всем привет! Блок авантюриста на dvhub.ru продолжает поезд необычных развлечений Хабаровска. И сегодня мы приехали на туристический комплекс Заимка, где нас ждет настоящий четырехколесный отдых. Здравствуйте, Евгений, Александр. Очень приятно. Ну, расскажите мне, как на этом квадроцикле вообще ездить? Достаточно несложное управление. Здесь, как на мопедах, может быть, когда-то катались, на снегоходах, вариаторная система. То есть достаточно нажать газ, и он поедет. Газ опустили, не надо ставить ни парковку, ничего, он остановился, можно спокойно слазить. А вот это газ, да? Да, газ вот здесь расположен. И тормоза здесь, как на велосипеде, точно так же расположены. В принципе, с управлением школьники справляются после 16 лет на ура. Ну, я не школьник, но вот велосипед мне в свое время не дался. Буду пробовать. А лучше ездить в защите в какой-то или без? Естественно. Для защиты головы мы выдаем шлема защитные, чтобы ветки проезжающие вам не повредили голову. Для защиты от грязи мы выдаем вот такие вот грязезащитные штаны, курточки. Вы их одеваете поверх своей одежды и приезжаете чистыми. Только ботинки у вас немножко мараются. Ну, ничего страшного, обувь можно и почистить. Так, ну что ж, давайте пробовать. Давайте попробуем. Я вам расскажу несколько сложных правил, чтобы вам безопасно было ехать и комфортно. Два несложных правила для езды на квадроцикле, и при соблюдении их вы будете ехать безопасно и комфортно. Значит, едем, когда колонна, да, между квадроциклами должна соблюдаться, должна соблюдаться дистанция. Также я постоянно слежу за скоростным режимом, да, чтобы люди ехали не быстро и не медленно. Управление очень простое. Давайте, пожалуйста, здесь вариаторная система. Вот надо же нам нажать газ, ножки убираем. Отпусти, он едет. В принципе, тормоза даже не нужны, он останавливается. Если они пригодятся, они здесь вот расположены, на руке. Руки надевайте, тащится шлем. Ну, давайте пробовать, что. Что тут скажешь? Реально, как в космос лететь. В каком-то шлеме с примотанным скотчем камерой к нему. Ощущение сумасшедшее. Ну, пойдемте, сделаем это. Хе-хе. Опа. Опа. Субтитры сделал DimaTorzok В 1970 году компания Honda сделала трехколесный гибрид автомобиля с мотоциклом, получивший название Modo-Вездеход. Этот практичный и маневренный аппарат получил широкую популярность в Калифорнии, где его использовали для передвижения по песчаным пляжам. Появившаяся чуть позже четырехколесная версия стала широко известна всему миру как квадроцикл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, граждане, что ни говори, ощущения обалденные. Ямы, кочки, бездорожье, все это у тебя под ногами летит тебе в лицо. Там еще снизу тебя бьет по задницу. В общем, очень весело и бодро. Если кто-то думает, что две с половиной штуки покататься час на вот этом драндулете это дорого, он просто никогда не ездил. Честное слово. Мать моя в кедах. Такой же себе хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что тут скажешь, поездка на квадроцикле, спорт не для частюль Пока поехал, весь заляпался с ног до головы, грязный Ну сейчас хоть помылись немного А вообще, дорогие друзья, каждому было бы интересно хотя бы раз в жизни попробовать для себя это замечательное развлечение Ну вот и подошел к концу наш второй видеоблог Это было интересно, надеюсь всем вам тоже Оставляйте свои комментарии под видео, ставьте лайки и так далее и тому подобное И куда мы пойдем в следующий раз, как обычно, решать вам в нашем опросе Счастливо!